Приехала машина с жалобой и ест немножко масла. Это Рено Лагуна 2 1.9 ДЦИ. Вот состояние, все вкладыши, сальники, резинки все под замену. Вот в каком состоянии маслонасос. Вот цилиндры, кольцо, цилиндры зеркальные, хона уже давно нет, будем делать. ГБЦ я уже разобрал, маслосъемные колпачки под замену. Клапана попробуем отмыть, притрем, форсунки хорошие, оставим. Поршня отмоем, вот здесь уже конечно. Вкладыши под замену. Теперь будем отмывать это все. Да, работы здесь много. Нет ни номера, ничего, все в нагаре, в масле. Вот это уже я отмыл один. Ну, хотя бы до такого состояния будем мыть. Я думаю разница есть. Попробуем супер жижу. Так она работает. Сколько мы жиж перепробовали? Много, да? Да. Димексид и рядом не стоял. Что? Это вот где бесбудно? Вот Amaura, неjedно, неизвестно, неизвестно Чёрт вяет. Поплыло. Может в китайц. Так, создавали. Жижа это щелочь, замачивать не рекомендуется на сутки Вон уже, вот видно, видишь, пошла, еще два раза потрем и все, и будет как новое Для сравнения, да? Вот такой должен получиться Ну все, как-то так Ну что, давай попробуем отменить супер жижей голову Надо будет, чтобы она постояла минут пять Потом потрем щетками Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что, пускай постоит пять с нами Так, сняли гофру с проводов А у нас здесь вот что Изоляции нет Будем восстанавливать С датчика температуры два провода Под замену Один я поменял, вот этот Сейчас второй Все упакуем в новую вот такую гофру Это свечи подогрева на антифриз тоже будем делать Сняли вкладыш из коленвала Вот уже, как видим Медный цвет Появился Новое я уже поставил Теперь будем вставлять сальник коленвала Чтобы его ставить Предварительно смазываем внутреннюю обойму Дальше Из пластиковой бутылки Желательно конусной Вырезаем вот такой кусочек Скручиваем его Вставляем сальник Вот что у нас должно получиться В принципе, я думаю, понятен Вставляем его И просто запихиваем Вставляем Далее Вынимаем Покажу вам старое кольцо С поршня Вот его зазор Померил щупами Получилось 1,6 мм Это, конечно, уже перебор Вот я поставил новое кольцо Здесь вышло 0,75 В принципе, еще в допуске До 0 став Все в допуске Вот разница Колоссальная Ну что ж, будем ставить кольца Кольца Махле Три штуки Я уже их вскрыл Все подписаны Перекрутать нереально Положили какую-то инструкцию Кто разбирается Кто разбирается Угу Ну какая Это ладно Инструкцию не читаем Что ж, приступим Первое кольцо Маслосъемное Нижнее Ищем сразу На пружинке замок То есть замок Сепаратор Должны быть По диагонали Не так Ставится А по диагонали 180 градусов Будем устанавливать Должны быть Должны быть Должны быть Замки Не ставятся По пальцам Только по юбкам Сейчас я поставлю И покажу Да, забыл Компрессионные кольца Просто вырезаем Из пластиковой бутылки Опять же Вот такую полосочку Одеваем И стягиваем Также на кольцах Ищем Какие-нибудь Надписи Нужна быть Надпись ТОП Что означает Вверх Либо номера Ну Маслосъемное В принципе Без разницы Так Сейчас покажу На другом кольце Вот компрессионное Ищем Надпись ТОП Вот Надпись ТОП Если же Надписи нету То есть еще ФАСКА Вот ФАСКА Ставится вниз Надпись ТОП Вверх То есть К днищу поршня Либо На клапана Читается все Сверху Ну чтож Приступим Так Замок установили Так По диагонали Значит Вот здесь Вот здесь Чтобы не поцарапать поршни Можно немножко Смазать их Маслицем Вот видите Как Царапает Ну хорошо Что по Пластиковой Бутылке Вот Поставили Все Теперь Аккуратно Достаем Как Снимать Кольца У меня Есть Видео На канале Вот Поставили Теперь Будем Ставить Второе Кольцо Смотрим Надпись ТОП Здесь написано МТОП ТОП ТОЖЕ СТАВИМ Ставим Пока Произвольно Потом Будем Уже Выставлять Покажу Как Куда Какие Замки Ставить Так МТОП Покаж есть конечно спец прибор для установки колец у меня его нет кто-то вообще пальцами ставит есть шанс повредить поршень поцарапаться второе кольцо тоже на месте и ставим последние надпись МТОП тоже самое ставим вверх все установили кольца теперь делаем их разводку маслосъемная дальше второе кольцо замок с левой стороны юбки и верхнее кольцо у нас на второй стороне юбки то есть у нас должно получиться примерно 120 градусов между замками все теперь пойдем ставить поршни и менять вкладыши поставим сразу шатунные вкладыши это старые вот новая вот они подписаны лавр вниз и upper соответственно вверх вкладыши у нас идут беззамковые прокладку прокладку купили элринг сейчас будем ставить голову прокладочка все обезжирили поставили в голову зажали осталась уже мелочевка все зажали вот новые гаечки зажали обмедненные обмедненные помпа у нас новенькая ролик поставим новый ремень рем все будет новое закрутили форсунки свечи собираем дальше так ну что залили масло свежее антифриз залили открутили с форсунок подачу сейчас пойдет соляра закрутим и будем пробовать заводить сейчас прокачаем ну что давай пробуй пока нету давай еще раз закрутили сейчас прокачаем потом покажу все прокачали с третьей попытки пошла у нас соляра пробуем заводить давай закрутили 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 вот и все вот и все вот и все это у нас обгорает глушитель ну что завели мотор все хорошо единственное поменяли на обратку два шланжика владельцы скажу пускай заменит их это я поставил свои старые владельцу позвонил сказал все хорошо владелец сказал можно ли сделать побольше коней в принципе можно сделать стейч один первый стейч это у нас где-то коней 150 можно сделать ему ну и по моменту где-то 60-70 но при условии что владелец откатает 2000 километров потом поменяем масло посмотрим состояние масла фильтра если нет стружки делаем чип стейч один ну и владелец после стейджа захотел стейч два ну в принципе можно сделать стейч два это получится 200 плюс ну там уже нужны финансовые вложения турбина у нас гарет 49 Ви ну в принципе все всем пока ну а причиной масложора стали маслосъемные кольца они были так закоксованы что пружинку пришлось с усилием выдирать из поршня ну и внешний вид мотора сам говорит за себя мюнк «Музыка» «Музыка» Субтитры подогнал «Симон»